Бог наш молитвен Пречистое, Своей Матери всех святых помилует и спасет нас, как благо и человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Без беседы святителя Иоанна Гатаустова о грехе и исповеди. Нет подлинно, нет никого, будь то отец или мать, или друг, или кто бы то ни был, кто так возлюбил бы нас, как сотворивший нас Бог. Если же ты укажешь мне на печали, скорби и бедствия в жизни, то подумай, сколько раз каждый день ты оскорбляешь его, и ты уже не будешь удивляться. Хотя бы тебя постигли даже и большие бедствия. Напротив, когда будешь пользоваться каким-либо благом, тогда будешь удивляться и изумляться. Теперь же, постигающие нас бедствия, мы видим, а тех оскорблений, которые мы ежедневно наносим ему, не видим. Почему и приходим в смущение. Между тем, если бы мы точно сосчитали наши грехи в течение хотя бы только одного дня, то хорошо узнали бы, каких зол достойны мы. Оттого вкрадываются в нас тяжкие грехи, что не получают надлежащего исправления. Грехи меньше. Оттого внезапной перемены и падения. Оттого постоянной преждевременной смерти. Что мы так высоко думаем о себе, как будто мы уже достигли самого неба. Грабим, как будто не предполагая ничего, никогда умереть. И подаемся корестолюбию, как будто нам не предстоит дать никакого ответа на слово Божие. Ни слово Божие, ни сами действительность не вразумляют нас, но все напрасно и ничто не разбивает наши очерствелости. Никто не презирает земных благ, никто не взирает на небо. Но подобно тому, как свиньи смотрят вниз, нагибаясь к шреву и валяясь в грязи, так и большинство людей, оскверняя себя пагубнейшим навозом, не чувствуют этого. Подобно тому, как нет никакой пользы тому, кто обречен в царскую порфиру и носит оружие, а не имеет ни одного подданного, и всякий желающий может поносить и оскорбять его, так точно нет никакого приобретения для христианина, если он имеет веру и дар, полученный в крещении, а является игрушкой для всех страстей. Напротив, как тот не только ничего не приобретет для своей чести от царской одежды, так и эту последнюю обесчестит собственным позором. Так точно и верующий, живя порочной жизнью, не только не будет за это достоуважаемым, но и будет тем более смешон. Аминь. Так, кто готов?